доброе утро вчерашняя статистка из соединенных штатов которая оказалась не совсем удачная не совсем хорошая для инвесторов не смогла оказать довольно серьезного влияния на риск аппетит напомню что вчера вышли данные по валовому внутреннему продукту США вместо прогноза роста на 2,2 процента рост был оставлен без изменения на 1,8 процента вот что касается заявок на пособия по безработице то здесь данные оказались хуже вместо предполагаемого снижения на 4000 заявок наоборот оказалось что данный показатель данное количество заявок выросло на 10 тысяч в общем такая вот довольно невеселая статистика вчера оказала давление на американский доллар и после ее выхода мы увидели как постепенно началось его ослабление на валютном рынке Форекс что касается общей ситуации на мировых финансовых рынках то ослабление доллара сейчас благотворно сказывается на фондовых сырьевых торговых площадках мы отмечаем довольно позитивную в этом смысле реакцию но очевидно инвесторы опять начали задумываться о возможности уже третьего этапа программы количественного смягчения во всяком случае такие слухи сейчас гуляют на мировых финансовых рынках что касается ситуации с Грецией то международный валютный фонд заявил что денег он пока не даст Греции но пока рынки единой европейской валюты на эту новость не реагирует ну что касается общих настроений то пока они умеренно позитивные ну давайте посмотрим на то как обстоят дела перед открытием европейской торговой сессии на азиатско-техокеанских торговых площадках и так индекс азиатско-техокеанского региона MACI сегодня растет на 91 сотую процента что касается китайского рынка то Китай сегодня торгуется в красном цвете но опять же это влияние своих местных новостей своих местных тенденций в экономике опять же это беспокоенность властей Китая высокой инфляцией и перегретостью на рынке недвижимости и так Shanghai Composite сегодня закрылся с минусом минус 55 сотых процента что касается японского рынка то Nikkei 225 сегодня потерял 42 сотые процента токийский фондовый индекс Topics снизился на 26 сотых процента что касается Гонконга то Hang Seng прибавил 89 сотых процента а Сингапур вырос на 87 сотых процента ну в общем ничего такого особенного сегодня в Азии не происходило можно говорить просто о разнонаправленной тенденции на различных торговых площадках и так рынок нефти нефть сегодня пытается восстановиться после вчерашнего снижения на фоне удручающей статистики Соединенных Штатов нефть в смеси Brent к настоящему моменту прибавляет 14 сотых процента находится на уровне 115 долларов 21 цента за 1 баррель американская WTI растет на 45 сотых процента находится на уровне 100 долларов 48 и 68 прошу прощения центов в целом можно говорить что консолидация на нефтяном рынке продолжается вот уже почти месяц мы отмечаем практически горизонтальное движение цен по основным мировым маркам нефти ну давайте посмотрим теперь на ситуацию на товарном рынке итак на товарном рынке такая вот к настоящему моменту складывается диспозиция контракт на медь прибавляет 52 сотые процента в то же время растут цены на фьючерсы на драгоценные металлы фьючерс на золото прибавляет 11 сотых процента находится на уровне 1525 долларов за 1 унцию серебро растет на 47 сотых процента находится на уровне 37 долларов и 50 центов также конечно же за 1 унцию итак валютный рынок форекс к настоящему моменту мы отмечаем снижение индекса доллара который торгуется корзине из основных валют снижение составляет 58 сотых процента данный актив находится на уровне выше 75 пунктов итак на валютном рынке форекс к настоящему моменту рост единой европейской валюты приостановился в азиатскую торговую сессию азиатские инвесторы банки и хеджевые фонды приобретали единую европейскую валюту активно продавали доллар по всем позициям что касается японской иены то пара доллар японской иены снижается и снижается она уже второй день подряд а в то же время сырьевые валюты пока не могут получить дополнительного стимула к росту но отчасти это связано с общей тенденцией которая еще никуда не ушла снижение риска снижение аппетита к риску ну и конечно же сами цены на нефть и на сырье а сейчас не движутся столь динамично как это было совсем еще недавно что касается пары евро доллар то по нашему мнению пара может отскочить на вот этих вот тенденциях последнего времени к уровню 1.4422 хотя в целом мы считаем что пара будет скорее всего находиться под давлением единая европейская валюта будет находиться под давлением в силу довольно таки серьезных долговых проблем еврозоны но опять же это греция это возможные проблемы португалии вчера евро начал укрепляться в первую очередь благодаря новостям из китая о желании китайских инвесторов приобретать европейские государственные облигации и так что можно ожидать от открытия европейской торговой сессии фьючерсы на основные европейские фондовые индексы к настоящему моменту находится в зеленой зоне европа откроется положительно после вчерашнего снижения на фоне опять же невеселой статистики из соединенных штатов фьючерс на индекс доу джон стокс 50 растет на девяносто три сотые процента европа откроется в плюсе позитивное настроение сегодня похоже будут превалировать на рынке но как нам представляется вряд ли мы увидим каких либо сильных движений скорее всего это будет какой-то слабый рост в русле коррекции или во всяком случае консолидации последней недели на этом у нас все в дополнение я приглашаю вас на наши бесплатные курсы обучение торговли на мировых финансовых рынках подробную информацию о ситуации на валютных сырьевых рынках вы сможете найти на нашем сайте www.grandcapital.net а с вами был Сергей Костенко руководитель аналитического департамента компании Grand Capital до свидания и удачи вам